Есть ли пяточная шпора и вдобавок стержневая мозоль? Ну, когда пяточная шпора, получается у вас продольная плоскостобие, пятка уехала назад, нога приобрела более плоское положение, и опора пошла не на ту часть пятки, которая предполагалась природой, вот под таким углом, да? Поэтому пяточная шпора и стержневая мозоль убираются только разгрузкой пяточной кости. Не, можно всякие разные методы использовать, выжигать там, или она все равно появится, эта стержневая мозоль, и вы правильно сказали, что все перепробовали. Но попробуйте разгрузить пяточку стелькой своего размера, ну, она у вас просто зависнет в воздухе поначалу, потом опустится в правильное положение и болеть не будет. А сегодня у нас как раз был клиент молодой, у которого стержневая мозоль была сразу после пяточки. И каково же было наше удивление, когда она у него просто отвалилась, высохла и отвалилась. Он сказал, что это за счет того, что он не только носил стельки, но и бинтовался, и он понял, как правильно ставить ногу для того, чтобы почувствовать правильную походку. Поэтому стельки, бинтование можно просто еще помочь себе сразу. Это одеть, опять же, каблук, потому что, когда вы одеваете каблук, даже если вы мужчина, найдете что-то повыше, чем 2 см, тогда ваша пяточная кость не уезжает назад, и вам становится легче. То есть пятка становится в правильное положение. Этого достаточно для начала. Но потом стельки, конечно же, и обувь. И не ходить босиком. И не носить плоскую обувь, балетки, макосина. Вот это вот все. Продолжение следует...